Скромно, но душевно, без шумных концертов и массовых флэш-мобов Горучелков отметил 95-й день рождения. Праздничное настроение золотой осени жители ощутили, гуляя по самой красивой улице Парковая. Целый день на площадках проходили театрализованные представления. Кому не нравятся сказки? И взрослые, и дети любят очень сказки, знают эти сказки, и ни одно поколение выросло на них. Ребята слушали сказки и увлеченно рисовали. В режиме нон-стоп выступали артисты ансамбля русской песни «Распевы» театрально-концертного центра. Музыка и изобразительное искусство. Улица стала местом притяжения юных художников. Рисование пластилином и кофе, мастер-класс по угольной графике, Очоковской художественной галереи за 15 минут и готова картина на память о дне города. Если хочешь нарисовать облака, мы берем наш черновик, рисуем здесь черное пятнышко. Очень интересно, потому что можно разные техники применять. Мы представляем сегодня выставку, которая является призерами, лауреатами областного конкурса, который проходил в Павловом посаде. Вот здесь представлены работы моих учениц, которые выполнены в технике батик. Во время прогулки по Парковой можно было и отдохнуть, и сделать прививку от гриппа. На улице работал мобильный пункт вакцинации. Каждый год делаю прививки. Медик по специальности. Отработал большую часть жизни на биокомбинате на производстве вакцин. Поэтому прекрасно понимаю, что такое вакцина и что такое вакцинация. Музыка и изобразительное искусство. Сквер у Центрального дворца культуры на день превратился в выставочную площадку для творческих коллективов. Свой палаточный лагерь в тени деревьев разбил клуб Родогост. Предметы раннего средневековья, оружие, посуда, настольные игры – все это можно было внимательно рассмотреть. Мы только пришли, но вообще весело. А еще на празднике можно было познакомиться с богатой историей казачества, послушать бардовскую музыку. Богатая земля Щелковская талантами.